Время новостей на телеканале АЭСТ. Меня зовут Аркадий Майлян. Здравствуйте. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах. Иркутск – столица России. В соответствующее предложение отправили президенту на рассмотрение. Россияне больше стали злоупотреблять алкоголем. Это становится причиной многих правонарушений и бытовых преступлений. В четвертый раз стали счастливыми. Чтобы встретить жену и сына из роддома, отец ребенка приехал из зоны спецоперации. Родителей поздравил Игорь Кобзев. Романтичная история о любви советского студента и польской певицы в послевоенной Москве. В Черемховском драматическом театре готовятся к премьере спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Сделать Иркутск столицей России предложил кандидат исторических наук Афанасий Николаев. Соответствующее письмо он направил в приемную Владимира Путина. Текст обращения ученый передал сетевому изданию «Сахалайф». Он предлагает не просто перенести столицу, но сделать это частью предвыборной программы президента страны. По мнению историка, перенос обеспечит сбалансированное развитие европейской и азиатской части России. Безопасность военно-политического руководства страны и ускорит ее социально-экономическое развитие за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Я не верю, что это произойдет. Я стопроцентную гарантию даю, что это не будет использовано в президентской кампании. Начнем с того, что он представился как сотрудник Института развития человека. Если там копаться в интернете, то выясняется, что это некоммерческая автономная организация. На мой взгляд, дело не в местоположении в столице, а в том, что у нас в принципе очень централизованная власть, полномочия, государственные финансы. Это все именно сосредоточено в столицах. Военное управление, опять же, все в столице сосредоточено. И вопрос в том, ну мы хотя бы с точки зрения транспортной сети это выдержим. Мы спросили у иркутян, как они относятся к предложению перенести столицу России в Иркутск. Предложение? Ну, удивительное, конечно. Да, столицу можно перенести и в Красноярск, и в Новосибирск, и в Иркутск, и даже во Владивосток. А это будет эффективно? Цель? Эффективность, это глубокий вопрос, как говорят, это уже второй вопрос. Великолепно! Мы только за! Почему? Ну как почему? Смотрите, какая красота вокруг. И люди такие улыбающиеся, как вы. Пока! Это будет очень интересно наблюдать за тем, что столица будет в Иркутске, скажем, в родине сибирского края. Крайне положительно. Конечно, само собой, наука подскочит. Образование, центр такой будет. Вообще здорово! Ну нет. Нет, ну не надо нам столько много народу. И так много кто приезжает сюда. Я считаю, что перенести столицу в город Иркутск звучит как очень интересный концепт, особенно в концепции развития нескольких городов строительства новых. Но на самом деле, с политической, экономической точки зрения, я считаю, что столица в Москве является, наверное, самым оптимальным вариантом. Две женщины погибли из-за аварии, которая случилась на федеральной трассе в районе города Байкальска. По предварительным данным, водитель внедорожника двигался в сторону областного центра, не справился с управлением, вылетел навстречу и столкнулся с кроссовером. Женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Как выяснили полицейские, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель внедорожника попал в больницу. В Тулуне сняли режим ЧАЭС, который действовал на территории города с лета 2019 года. Тогда в зоне наводнения оказались более 14 тысяч человек. Поток разрушил дома, социальные объекты, пострадала инженерная инфраструктура. В сентябре 2019 года правительство России утвердило программу по восстановлению объектов. В октябре 2023 ввели в эксплуатацию защитную дамбу. Все необходимые работы по устранению последствий наводнения выполнили, в том числе и аварийно-спасательные. Все жители получили положенные компенсации. Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Тулуна единогласным решением сняла режим ЧАЭС местного значения. Баскетболисты клуба «Иркут» сегодня пришли поставить подписи в поддержку президента России Владимира Путина. Вместе со своим бессменным талисманом Котом Феликсом спортсмены прибыли в его избирательный штаб. Свой выбор игроки объясняют тем, что действующий глава государства делает очень много для спортивной сферы и что для него важен принцип «спорт вне политики». Отметим, в поддержку Владимира Путина в России собрано уже более 1,8 миллиона подписей. Мы Владимира Владимировича Путина поддерживаем и, собственно говоря, я желаю всего наилучшего, чтобы именно он был во главе. Я не могу поставить подпись, потому что у меня лапки, но тем не менее поддержка есть поддержка. То, что касается нашей профессиональной деятельности, моей профессиональной деятельности, уже 30 лет я работаю тренером, наверное, лет 15 из них это с молодежью. Думаю, что президент является премьером, потому что все время мы видим, что он в хорошей спортивной форме. Я думаю, для нашей молодежи это очень важно. Главное к этому часу пропагандой экстремизма признали объявление о приеме на работу, где указывается, что трудоустройство возможно только для славян. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы. Отмечается, что в суд обратились сотрудники прокуратуры из-за объявления о найме на работу, опубликованной в социальной сети ВК. В итоге суд признал объявление запрещенной информацией и пропагандой разжигания национальной розни. Все посты соответствующего содержания должны будут направить в специальный реестр Роскомнадзора. В школах больше не будет третьей смены. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в России открыто рекордное количество новых школ – более тысячи. Отремонтировано более трех с половиной тысяч. Поэтому в третьей смене больше нет необходимости. Рост заболеваемостями, острыми, респираторными вирусными инфекциями отмечают в Иркутской области. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. Всего специалисты зарегистрировали 18 322 случаев ОРВИ, при этом более 9 тысяч среди детей. Симптомами гриппа в медучреждение обратились 503 человека. Специалисты напоминают, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о мерах личной профилактики. А при первых клинических проявлениях не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу. Малая Родина – Сила России. Такой Всероссийский форум впервые проходит в Москве. Его организовала Ассоциация развития местного самоуправления по поручению президента Владимира Путина. На одной площадке собрались 7,5 тысяч глав муниципалитетов из 89 регионов страны, в том числе из Иркутской области. В форуме участвует и мэр областного центра Руслан Болотов. Он выступил с докладом на панельной дискуссии «Сила в людях». Глава столицы Прибайкалья рассказал об историческом вкладе иркутян в развитие страны, о подвиге земляков, которые служат в зоне СВО, единении людей при сборе гуманитарной помощи. Отдельной темой стала кадровая политика администрации Иркутска и социальная поддержка муниципальных служащих. Для меня вот это самое такое неравнодушие, сопричастность, солидарность и вот это понимание боли и чувства другого человека и понимание, что и муниципальная служба, и государственная служба, здесь ключевое слово служба, и оно идет от слова служение. Не от слова должность, не от слова пост, звание, оно идет от слова служение. И это самое главное качество для человека, который приходит на государственную и муниципальную службу в России. Научить неравнодушие действительно невозможно, и вот этих людей отобрать крайне сложно. Знаете, я несколько раз сам проводил кадровый резерв, проверку людей, и я задавал очень простой вопрос. А что бы вы хотели, кем бы вы хотели работать, и что бы вы хотели сделать в администрации? И когда я слышал первое слово «руководитель», для меня это было, ну скажем так, стоп-фактором. Когда человек говорил о идее, которую он хочет реализовать, это был положительный фактор, вклад в то, что он может занять и более высшую стоящую должность, руководящую нашей системой. В России все больше людей стало злоупотреблять алкоголем. Согласно статистике, 80% бытовых преступлений совершаются в состоянии опьянения спиртосодержащей продукции. Но особо печальную славу снискал себе алкоголь в сфере дорожного движения. Ежедневно только в нашем городе сотрудники полиции выявляют десятки водителей за рулем в алкогольном или наркотическом опьянении. Продолжит тему Виктор Рамзайкин. А свидетельство на состояние опьянения с помощью данного прибора на месте пройти, согласны? Да. На этих кадрах 42-летний иркутянин, который приехал ставить машину на учет. Вот только добрался он в отдел технического надзора, нетрезвым. Сотрудники регистрационного отдела заметили у водителя признаки опьянения. От него исходил сильный запах алкоголя. Это же подтвердила и процедура освидетельствования. У мужчины наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму в два раза. Кроме того, полицейские установили, что он не является собственником транспортного средства, а номера кузова перебиты. На мужчину составили три административных протокола. В общей сложности за 2023 год сотрудники правоохранительных органов выявили свыше 8 тысяч нарушителей, которые также были за рулем в алкогольном или наркотическом опьянении. За две недели текущего года свыше 500 нарушений выявлено сотрудниками госавтоинспекции по указанным видам нарушений. Сотрудники госавтоинспекции призывают в очередной раз, наверное, не употреблять алкогольные напитки, помнить о том, что алкоголь и руль – это совершенно разные вещи, и воспользоваться, наверное, услугами как службы такси, так и службы трезвый водитель, либо выбрать какие-то иные альтернативные способы и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты отмечают, что в алкогольном опьянении люди часто совершают необдуманные поступки, особенно при чрезмерном его употреблении. И, как показывает статистика, любители горячительных напитков порой это приводит на скамью подсудимых. Алкоголь влияет на рецепторы в центральном нервной системе, в нашем головном мозге. Это, как правило, никотиновые, мускариновые рецепторы, которые вызывают у всех разные изменения поведения. Как правило, это снижение контроля поведения в зависимости от дозы. Также есть еще патологические формы алкогольного опьянения. Они как раз связаны с тем, что люди перестают контролировать вообще полностью свое поведение. Это может приводить к очень печальным последствиям, вплоть до того, что человек, садясь там за руль пьяным, может приводить к трагическим событиям. Или какие-то разрушительные действия, агрессивные, направляются на близких людей. И, к сожалению, это уже потом, конечно, невозможно вернуть. Врачи и сотрудники полиции настоятельно рекомендуют, чтобы избежать неприятностей с необратимыми последствиями, лучше всего не впускать в свою жизнь так называемого «зеленого змея». Виктор Амзакин, Артур Ощупкин. Новости сейчас. В нашем телеграм-канале мы узнали у подписчиков, какое у них отношение к алкоголю, и спросили, как часто они его употребляют. 43% опрошенных ответили, что выпивают крайне редко, только по праздникам. 25% сказали, что делают это не чаще одного раза в неделю, чтобы снять стресс. Еще 7% признали, что ежедневно принимают алкоголь в небольших количествах. И 25% заявили, что не пьют вовсе. Александр. Это имя означает быть защитником. В семье военнослужащего Дмитрия Нагаева и его супруги Екатерины родился уже четвертый ребенок. Иркутян лично поздравил губернатор Игорь Кобзев. Наша съемочная группа тоже побывала на торжественной выписке. Подробности в следующем сюжете. Екатерина Нагаева 11 января стала мамой уже в четвертый раз. В этом году в их семье появился Александр. Такое имя мальчику дали в честь дедушки. Оно означает «защитник». В семье Нагаевых Саша на примере своего отца Дмитрия сможет понять, что значит «защищать». Отца новорожденного мобилизовали в сентябре 2022 года. Сейчас он приехал в двухнедельный отпуск из зоны специальной военной операции. А сегодня вместе с большой и дружной семьей боец пришел на выписку сына в Иркутский перинатальный центр. Теперь еще больше хочется домой. Цель стоит теперь не только, чтобы это все быстрее закончилось, а чтобы быстро победить и вернуться домой к семье. Сначала тяжело было очень, а потом потихонечку мы уже привыкли. Все равно хочется, чтобы он постоянно дома находился. Мне кажется, и любой жене, и любой маме, и тем более сейчас сын. Я вообще не знаю, как он сейчас поедет туда и как мы будем без него. На торжественную выписку к супругам приехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона поздравил молодых, но уже опытных родителей. Он подчеркнул, что сегодня важно поддерживать семьи военнослужащих. Так в Приангаре идет индивидуальное сопровождение жен бойцов. Это семья военнослужащего, который сегодня выполняет задачу в зоне специальной военной операции. Ему предоставили отпуск дополнительный. Вот он сегодня почувствовал, наверное, после тяжелых, наверное, ряда мероприятий на передовой, почувствовал тепло родного дома. И я, как никто другой, должен был поддержать семью в этом плане. И, конечно же, поддержать родственников. Роды Екатерины Нагаевой сопровождала главный врач перинатального центра Ирина Ежова. Она также отметила, супругам участников СВО сегодня требуется особое внимание. И такая программа патронажа в учреждении есть. Мы эту программу выполняем. У нас уже прошло несколько женщин, которых мы пронаблюдали, потом рода разрешили. Потом оказали психологическую, социальную и психическую поддержку. Женщины находятся под особым патронатом городского перинатального центра. Это относится не только к иркутянкам или жителям Иркутского района, но и к жителям всей Иркутской области. Дарья Андреева, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Народный артист России Сергей Безруков сыграет в постановке «Маленький принц» в Иркутске. С 16 по 22 марта в областном центре пройдет специальная программа Большого детского фестиваля. Открытие состоится на сцене Иркутского областного государственного музыкального театра имени Загурского. Отметим, осенью прошлого года на международной выставке-форуме «Россия» удалось подписать соглашение о сотрудничестве между Иркутской областью и Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, который и организовывает фестиваль. История любви советского студента и польской певицы в послевоенной Москве. Премьера спектакля «Варшавская мелодия» совсем скоро состоится в Черемховском драматическом театре. В постановке по пьесе Леонида Зорина заняты всего два артиста. На репетиции побывала наша съемочная группа. И когда будут страшные морозы, и мы совсем превратимся в ледышечки, будем приходить сюда и делать вид, что ждем вы и заваты. Тебе надоело ходить по улице, я тебя понимаю. Успокойся, Витер. Мы ленящие студенты. Я бедненькая, зато молоденькая. Декабрь 1946 года. Послевоенная Москва. Студент Виктор случайно попадает на концерт в консерваторию. Там он знакомится с Геленой, начинающей певицей из Польши. Спустя время молодые люди влюбляются друг в друга. Но их чувствам предстоит пройти очень тяжелую проверку в непростые времена. Судьба разлучит героев на целое десятилетие. Все из-за того, что менее чем через два месяца после встречи, в феврале 1947-го, советским гражданам запретят браки с иностранцами. Безусловно, такому просто невозможно не переживать. Ты поражаешься тому времени, тому духу, который был в людях. Как они, какие они были стойкие и насколько сильно они умели любить. Эту пьесу драматург Леонид Зорин написал в 1967-м. А спустя два года состоялась премьера на сцене театра имени Вахтангова. После варшавскую мелодию стали брать в работу ведущие театры страны. А в этом году за литературную основу взялся режиссер Сергей Кириллочкин. В спектакле заняты всего два артиста – Снежана Кашина и Данил Врублевский. Их задача – передать чувство русского парня, прошедшего войну, и польской девушке. Два человека на протяжении полутора часов, даже больше, должны держать зрителя. И если вот какие-то детали, подробности пропускать, то у зрителя может пропасть интерес. И тогда история не состоится. Премьера «Варшавской мелодии» состоится 8 и 9 февраля в Черемховском драматическом театре. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков и Сергей Головинский. Новости сейчас. Иркутская «Байкал Энергия» в выездном матче проиграла кемеровскому Кузбассу. Уже к середине первого тайма хозяева льда вели со счетом 2-0. Еще столько же раз кемеровчане смогли отличиться до конца игрового отрезка. На это «Байкал Энергия» ответила точным ударом Вячеслава Швецова. А во втором тайме иркутяне были близки к тому, чтобы отобрать очки у Кузбасса и реабилитироваться в глазах болельщиков за не самую лучшую игру в последних матчах. Артем Бондаренко мощным выстрелом из-за штрафной сократил разницу. Спустя несколько минут отличился и капитан команды Андрей Прокопьев. Чудеса в воротах демонстрировал и голкипер белосиних Евгений Воронков. Но класс хозяев сыграл свою роль. Итог 6-4. Победа Кузбасса. Волейболистки клуба «Локомотив Ангара» сегодня начнут матчи четвертого. тура чемпионата России. В первый день состязаний иркутянки встретятся с командой «Олимп» из Новосибирска. Соревнования проходят в Хабаровске. Всего в туре участвуют 6 команд. Кроме железнодорожницы – это хабаровские «Амурские тигрицы», «Динамо» из Владивостока, «Четинская забайкалочка» и «Олимп» из Новосибирска. И барнаульский «Алтай-Агау». Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. К этому моменту у нас все. Оставайтесь на телеканале «Аист» и берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ